короче ребята решил вам показать один из своих главных секретов мой способ приготовления айрана он занимает минуты 3 хотя я всем всегда говорю ребята я беру хорошее молоко я его сквашиваю специальными айранными бактериями а я придумывал какие-то легенды все верят все верят потому что все другие также вас наябывают как и я наябываю своих друзей никто не знает что такое айран никто не знает что такое там то вот эти все напитки они делаются там и сыворотки какой-то порошковая знаю только что бодрит мне очень нравится моим айраном мне нравится просто мой ран пить вот просто пить мне нравится им немного сопровождать крепкие напитки и мне нравится сутрица его он всегда заходит летом в жару когда до хочется пить натуральный абсолютно напиток вы мне только поверьте и сделайте так как я и говорите всем что вы сквашиваете молоко что у вас целый стоит в подвале цех бочка специальная вешайте такой же фуфло и туфту как вешают всякие рестораны которые продают айран в кувшинах да смотрите ребятки я беру зеленуху но я делаю аран зеленью здесь петрушка кинза укроп немного зеленого лука айран зеленью полезная штучка меленько рублю причем когда я уже так вот предварительно нарубил я беру сюда немного соли и рублю дальше с солью чтобы открыть вкус чтобы пошли ароматы айран зеленью в общем вот зелень пускает сок от соли да и становится ароматной теперь я наливаю сюда кефир любого производителя который вы любите тут у меня ноунейм потому что искать и я люблю этот кефир но я не скажу какой это кефир пока меня те кто догадается чей это кефир производитель тогда не скажет скажи нам расскажи правду про наш кефир скажу когда-нибудь вот это ребятки лимонный сок подкислить чуть-чуть это как уже зависит от ваших предпочтений дать более серьезную кислинку потому что кефиры как правило современное такие они очень гуманно там кислинки почти нет и это хорошо я же всегда я добавлю сам а теперь товарищи самая банальная минеральная вода с газом пропорции могут быть примерно один к одному сколько кефира сколько воды вы можете делать айран гуще жижа в зависимости от того какое соотношение вы примените воды и кефира это может быть простокваша это может быть йогурт натуральный любой кислоток не ряженка потому что там томленое молоко получается шикарный чуть солоноватый с кислинкой напиток с ароматом зелени вот просто так пить в общем я уже случае употребления этого напитка вам назвал щипет немного язык такой вот освежающий невероятный напиток в холодильничек его и потом рассказывать всем вот это вот фуфло байду который он навешал на уши что у меня там стоит чан у меня там все бродит специальная культура у меня вот так что ребята я думаю что рестораны которые подают айран как землю делают угроза точно так же как я но вы должны равняться они на них а на меня ребят вот так тонкий лед можно добавить еще лед конечно ваше здоровье товарищи зрители оставайтесь с нами подписывайтесь не забывайте брякнуть в колокольчик ставьте лайки делитесь ссылками со своими товарищами будет нам счастье попробуйте сделать этот айран и вы уже никогда не будете в общем пить какой-то другой напиток в качестве освежающего летнего напитка или сопровождение алкоголя а еще я люблю с таким айраном есть кукурузную кашу типа мамалыги или гоми это очень интересная штука за всегда пожалуйста нет это сыворотка это сыворотка подкрашенная немножко молоком и заквашена там всегда поэтому продают в таких матовых непрозрачных бутылках потому что это такая белесая жидкость она кажется такая уж не очень приятного вида бутылки для тана вот такие же как моя кефирная бутылка то есть матовая и закрашенная затекает вокруг стали синими талии и хочу вам сказать на прощанье я день прошел скоро что надеемся вновь Еще встретится с вами Ленинград и родные друзья.